Следующий вопрос. Как нужно читать 4 ракаата дополнительной молитвы Зухра? По 2 или 4 вместе? Сунна, чтобы человек совершал их по 2 ракаата. Ему следует разделить эти 4 ракаата приветствием. Это и есть сунна. Следующий вопрос. Можно ли читать намаз за человеком, который не знает таджвид? Это разрешено, если он умеет правильно читать Суру Фатиха. В этом случае молитва, совершенная позади него, засчитывается. То есть, какие ошибки ему простительны? Не соблюдает таджвид – это когда человек не знает правил идхама, идхара, ихфа и иклаба. Это и есть таджвид. А что касается правильного чтения, то это когда читающий правильно произносит буквы, и когда он не меняет последние огласовки в словах, и не совершает при чтении ни больших, ни малых ошибок. Если у этого человека небольшая ошибка, и тот, кто молится позади него, не знал этого, то его молитва засчитывается. Однако основа – если человек допускает ошибки при чтении Суры Фатиха, то тот, кто хорошо читает эту Суру, не молится позади него. Кажется, что этот вопрос задает женщина, которая молится позади своего мужа. Ведь женщина не может быть имамом для мужчины. Тогда нет проблем, пусть молится позади него. Женщина не может быть имамом для мужчины ни в коем случае. Следующий вопрос – можно ли работать в кафе, в котором присутствует музыка и смешение полов? Являются ли заработанные деньги харамными? Не дозволено человеку работать в месте, где происходит ослушание Всевышнего Аллаха. А что вы скажете о деньгах, которые он заработал на этой работе? Аллах простит ему то, что было прежде. А если он продолжает работать в этом кафе? Это не дозволено. Не разрешается ему продолжать работать в этом месте. Следующий вопрос – портится ли омовение из-за рукопожатия с кафером, говорит? Нет, это не портит омовение. Рукопожатие и прикосновение к каферу не нарушает омовение. А что касается слов Всевышнего, воистину многобожники являются нечистыми? Да, тут речь идет о нечистоте в переносном, а не в прямом смысле. Следующий вопрос – разрешается ли идти к человеку, чтобы он прочитал рукья, к человеку, у которого неправильно решается, чтобы он читал рукья. Основа заключается в том, что человеку не следует обращаться к нему. Однако, если человек нуждается в том, чтобы ему прочитали рукья, и нет никого другого, тогда как он хорошо читает Коран, то это дозволено. Хорошо, а если он кафир, то есть если его нововведение выводит его из ислама? Вообще, в основе, человек должен читать заклинания себе сам и не ходить к подобным людям. Если его нововведение выводящее из ислама, то человек не должен идти к нему, чтобы не попасть в искушение по его причине. Мусульманину будет достаточным, если он будет читать на себя Суру-Фатиху. Если он прочтет на самого себя Суру-Фатиха семь раз, то это будет рукья. Следующий вопрос – как взять гусль, если голова перевинтованная горит? Он моет все свое тело, а затем протирает повязку. Сперва ему нужно омыть тело, а затем уже протереть повязку. Если он сделает наоборот, то в этом не будет проблем. Если он сперва протрет свою голову, а затем помоет тело, то в этом нет никаких проблем. Следующий вопрос – будут ли всем обитателям в раю гури или только это для избранных? Каждый верующий, который войдет в рай, будет иметь двух жен из числа райских гурий. Если в тюрьме имеется мечеть, в которой провозглашаются азаны и заключенные направляются на пятничный намаз и совершают его, то в этом случае они совершают пятничную молитву и нет в этом проблем. Они обязаны совершать пятничную молитву, если есть мечеть. В ней призывают к молитве и люди могут направиться на ней. Нет, в комнате, где они находятся, не читается пятничная молитва.